Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сегодня я решила разнообразить нашу с вами программу И вместо английского мы будем учить китайский Шутка, конечно Потому что сегодняшний выпуск посвящен 1 апреля Устраивайтесь поудобнее и поехали Откуда вообще взялся этот странный праздник? Версий несколько Одна из теорий предполагает, что День дурака уходит своими корнями в Древний Рим Где 25 марта отмечался праздник, известный как Хилария Этот праздник был праздником весеннего равноденствия, начала весны И его отмечали люди, разыгрывающие друг друга Некоторые историки считают, что эта традиция была перенесена на 1 апреля в Европе Другая теория предполагает, что День дурака возник во Франции в 16 веке В то время календарь был изменен на Григорианский Который перенес Новый год с 1 апреля на 1 января И тех, кто продолжал праздновать Новый год 1 апреля, называли дураками А другие разыгрывали их, чтобы отметить это событие Независимо от своего происхождения, День дурака стал популярным праздником во всем мире И разные культуры отмечают его по-разному В Шотландии, например, День дурака празднуется два дня А розыгрыши можно разыгрывать до полудня 2 апреля А во Франции праздник известен как Или апрельская рыба И люди часто в качестве шутки прикрепляют друг другу к спине бумажных рыбок А вот, кстати, как сказать разыгрывать, прикалываться, шутить над кем-то по-английски Есть несколько вариантов Последний раз на День дурака мы с коллегами объединились, чтобы разыграть босса И забили его в офис с воздушными шариками Прэнк можно и как глагол использовать Прэнк это вообще какая-то практическая шутка, розыгрыш Младший брат обожает розыгрыши и делает это при каждом удобном случае Это может быть что угодно От выпрыгивания из-за угла до подкладывания паука в постель По попе тапкам за такие проськи Это тоже, да, играть какой-то, сыграть розыгрыш, разыграть, пошутить Этот офис был знаменит своими розыгрышами, своим чувством юмора И подшучивать над кем-то из коллег, чтобы разбавить монотонность С рабочего дня был обычной практикой Также можно Подшучивать над кем-то Мы все время подшучиваем друг над другом на работе, чтобы сохранить веселый и легкий настрой Прям как у нас позвонишь Кажется, как будто бы тянуть кого-то за ногу, но на самом деле разыграть Я запаниковала, когда увидела, что тест-то уже завтра Потом поняла, что он просто прикалывается надо мной Когда мы были детьми, с моими братьями и сестрами всегда разыгрывали родителей на 1 апреля тем, что переводили их будильник или часы на час раньше Какие коварные дети Очень британское выражение Это шутить над кем-то, но, как правило, зло шутить Он начал стебаться, наверное, можно перевести над бедолагой Только потому, что тот был лысым Нет, кстати, ничего плохого в лысости Есть такое слово в русском? Теперь есть Успешно кого-то обмануть, провернуть какой-то трюк Я-то думала, что выиграла пари, но потом узнала, что мой приятель меня развел, меня обманул, разыграл, потому что он проверил счет еще до того, как мы поспорили Это не то, чтобы шутить, но, мне кажется, тоже здесь оно подходит Связываться с кем-то, троллить кого-то Два разных значения На твоем месте я бы с ним сегодня не связывалась, он сегодня в плохом настроении Или ты говоришь кому-то Не связывайся со мной А если троллить, то так Это для фанатов офиса, американской версии Я обожаю троллить Двайта Вообще-то это то, чем я в основном занимаюсь на работе Мой младший брат обожает меня троллить на тему моего роста, но я знаю, что он это делает не со зла Еще одно интересное выражение Мне кажется, она пытается меня разыграть, надуть, обмануть Она прикалывается, когда говорит, что она знаменитая актриса Это даже не разыгрывать, это доставать, раздражать, троллить с целью выбесить, разозлить Не надо его троллить слишком сильно, то он может разозлиться Она знает, как меня достать Меня реально раздражает, когда он начинает говорить, что у учителей легкая жизнь Это смеяться над кем? Делать по смешищам, да? Нехорошо смеяться над людьми, даже если тебе кажется, что это безобидно Другие дети смеялись над ним, потому что он носил очки Прикалываться, шутить, все примерно с одним и тем же значением Мои друзья всегда надо мной прикалываются за мою любовь к попсовым, ром-комам, но я не против Это насмехаться над кем-то не очень хорошее значение Она не сказала, что она об этом думает, потому что думала, что ее поднимут на смех Боялась, что ее поднимут на смех Он часто насмехался над рисунками сестры и это заставляло ее сомневаться в своих творческих способностях Понимаете, да? Тон поменялся Если раньше мы говорили разыгрывать, шутить, прикалываться То вот последние несколько выражений именно с таким злым умыслом, что ли Когда вы насмехаетесь над человеком, ему от этого не очень хорошо Ну что ж, теперь вы знаете, как сказать разыграть, посмеяться, насмехаться, связываться с кем-то, стебаться Очень многими разными способами Пользуйтесь И всем веселого первого апреля До встречи в следующих выпусках Субтитры сделал DimaTorzok